Дорогие девушки, всем здравствуйте! Меня зовут Мария. Я рада сегодня с вами познакомиться, начать наш с вами танцевальный базовый курс по бачате. Немного расскажу о себе. Я являюсь профессиональным тренером по латиноамериканским танцам. Моей основной идеей является то, что любая девушка, женщина абсолютно в любом возрасте может начать танцевать, делать это красиво, эстетично, гармонично и применять те знания, которые я буду вам давать, уже начиная с первого танцевального урока. Давайте, прежде чем мы с вами начнем танцевать, обратим внимание на мой на данный момент внешний вид. Внешний вид для нас танца очень важен. Он дает мне состояние, он дает мне ощущение моего тела. Давайте для начала разберем мой сегодняшний лук. Я надела сегодня перчатки, потому что у нас сегодня акцент с вами будет идти на руки. Также у меня топ, чтобы было видно талию, да, мои движения внутри тела. Леггинсы, которые не сковывают мое движение, которые позволяют мне показать вам движение, да, чтобы вы все красиво видели. А также туфли на каблуке. В каблуке это не обязательно должен быть высокий каблук, но желательно, чтобы все-таки каблук был. Почему я так акцентирую на этом внимание? Потому что мой внешний вид уже априори позволяет мне ощущать себя красиво, эстетично, элегантно. Чего я не смогу добиться в тренировочных штанах и в кроссовках, либо в носках. Поэтому, пожалуйста, несмотря на то, что вы занимаетесь, возможно, дома, уделите внимание вашему внешнему виду. Он очень вам поможет в ощущении себя во время танца. Ну что, приступим к нашему уроку. Предлагаю начать вам с основного шага танца бачата. Я стану к вам спиной, чтобы вам было более понятно. Подготовили правую ножку. Те же самые шаги на тот же самый счет мы можем исполнить в сторону. Я делаю шаг, 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 точка. Шаг, 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 точка. Те же самые шаги я могу делать вперед. Шаг, 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 точка. Шаг, 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 точка. Обратите внимание на то, что бедра у меня двигаются по маятнику. Одно бедро наверх, второе бедро наверх. И они у меня меняются. Представьте, что ваши ноги погрузились в песок. Песок вас, так скажем, сдерживает в стопе. Поэтому у вас очень активно могут работать бедра. Те же самые шаги я могу делать по квадрату. И шаг, 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 точка. Шаг, 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 точка. Это базовые, основные шаги бачаты, от которых мы с вами будем отталкиваться. И на каждом уроке мы с вами будем усложнять наши движения. Поскольку я сегодня нахожусь в таких перчаточках, давайте мы с вами немного разберем наши руки. Как же у меня работают руки в бачате? Давайте для начала вообще подумаем, зачем нам нужны руки в танце девушкам. И как они у меня должны работать. Чаще всего самая большая ошибка, когда руки работают отдельно от моего тела и никак не связаны с движением в теле. Я вам даю небольшой лайфхак, небольшую подсказку. Руки нам необходимы для того, чтобы подчеркнуть части тела. Допустим, обратите внимание, я начинаю двигаться руками. Предлагаю сразу делать движение вместе со мной. Я стою на месте, начинаю руками двигаться снизу, поднимаюсь наверх, выше и поднимаюсь наверх. И дальше я раскрываю ручки в сторону. Теперь попробуйте это сделать еще раз с акцентом на те части тела, которые вы касаетесь. Которых вы касаетесь. Допустим, бедро, ребро, шея, голова и раскрыться в стороны. Я могу смотреть просто на вас вперед, но при этом подчеркивая свое бедро, подчеркивая бедро, подчеркивая свое тело, да, то есть те части, где я веду рукой, подчеркивая свою шею, показывать свою красивую шею. Волосы, не бояться касаться волос. Даже знаете, как можно прям вот раскрыться здесь и раскрыться сильнее в сторону. Теперь давайте попробуем делать еще с вами одно движение в руках. Я раскрываю ручки, собираю их себе и раскрываю наверх. И опускаю также по себе. Стороны, собрала, раскрыла и опускаю по себе. Давайте попробуем скомбинировать одно из движений в руках с нашим основным шагом. Допустим, шаг на месте. Я делаю раз, два, три, точка, пять, шесть, семь, точка. Добавляем руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Далее я могу добавить следу это движение к нашему основному шагу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Далее давайте попробуем с вами добавить движение тазом назад. Движение таза назад. Акцент назад. Назад. Вот как будто бы вы попкой своей пытаетесь подвинуть назад коробку. Уа, и, тя, фа, и, па. Теперь соединяем с шагом. Я делаю шаг и движение попкой назад. Собираю, таз подтягиваю. Уа, и, точка. В другую сторону. Уа, и, тя, и, тя, и, тя. Добавляем руки. Уам, пам, тя, собрать. Пять, шесть, семь. Еще. Уам, пам, тя, собрать. Пять, шесть, семь. Уа, и, тя, собрать. 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 Уа, и, тя, собрать.